Урок 1. Обновление подключений. Эй, Анна! Я думала о том, как можно освежить изучение английского языка. Есть идеи? Абсолютно. Отличный способ – это ежедневные разговоры. Мы можем говорить на разные темы и одновременно практиковать свои знания английского языка. Звучит как фантастическая идея. Итак, о чем нам сегодня поговорить? Как насчет того, чтобы обсудить наши любимые увлечения? Всегда интересно узнать об интересах друг друга. Конечно. Я начну. Одно из моих любимых увлечений – игра на гитаре. Я нахожу это расслабляющим занятием и отличным способом самовыражения. А как же ты? Это круто, Джон. Что касается меня, то мне нравится рисовать. Это позволяет мне раскрыть свой творческий потенциал и расслабиться после долгого дня. Это замечательно. Я всегда восхищался людьми, которые могут создавать прекрасные произведения искусства. Есть ли у вас любимые сюжеты или стили? Мне нравится рисовать пейзажи, особенно сцены природы. Цветы и текстуры вдохновляют меня. Я также время от времени экспериментирую с абстрактным искусством. Это действительно круто, Анна. Сцены природы могут быть такими захватывающими. Вы когда-нибудь выставляли свои работы на выставке или в галерее? Пока нет, но я работаю над этим. Я участвовал в местных художественных ярмарках и получил положительные отзывы. Это мотивирует меня продолжать совершенствоваться. Это просто фантастика, Анна. Уверена, твой талант поможет тебе далеко продвинуться. Кстати, есть ли у вас какие-нибудь советы новичкам, которые хотят начать рисовать? Определённо. Начните с простых предметов и поэкспериментируйте с разными техниками. Не бойтесь ошибаться, вся эта часть учебного процесса. И самое главное, наслаждайтесь путешествием. Это отличные предложения. Я учту их, если решу попробовать рисовать. Спасибо, Анна. Добро пожаловать, Джон. Помните, что новое увлечение – это не только увлекательное занятие, но и отличный способ пообщаться с другими людьми и узнать что-то новое. Абсолютно. Не могу не согласиться с этим. Давайте продолжим изучать разные темы и продолжим изучение английского языка увлекательным. Урок 2. Идеальный пляжный день Анна, прогноз погоды говорит, что завтра будет солнечный день. Похоже, это идеальный пляжный день. А я люблю проводить время на пляже. Звук волн и тёплого песка под ногами так расслабляет. Рассчитывайте на меня. Отлично. Мы можем устроить пикник и провести целый день, наслаждаясь солнцем и морем. Есть ли у вас любимые пляжные развлечения? Мне нравится плавать и строить замки из песка. Это возможность освежиться и раскрыть свой внутренний архитектор. Как насчёт тебя, Джон? Я большой фанат пляжного волейбола. Это весёлая и энергичная игра, которая привлекает всех. Нам обязательно нужно сыграть матч. Звучит очень весело. До завтрашнего дня я оттачу свои навыки игры в волейбол. Мы можем создавать команды и превращать соревнования в дружеские отношения. Абсолютно. Это будет отличный способ вести активный образ жизни и насладиться дружеским соперничеством. Не могу дождаться, когда смогу увидеть твои навыки игры в волейбол, Анна. Что ж, не стоит меня недооценивать, Джон. Возможно, я удивлю вас своими убийственными порциями и шипами. Ха-ха, я не допущу этой ошибки. Уверен, вы составите мне жёсткую конкуренцию. Всегда приятно видеть, как навыки каждого со временем улучшаются. Определённо. Пляжные дни – это не только развлечение, но и возможность познакомиться с новыми людьми. У вас были интересные встречи на пляже? А, да. Я встречался с людьми из разных уголков мира, загорая или играя в пляжные игры. Приятно слушать их истории и узнавать об их культуре. Это замечательно. Пляж действительно объединяет людей. Я обязательно завяжу разговоры с другими пляжниками и узнаю что-то новое. Таков дух, Анна. Общение с другими людьми – отличный способ расширить свой кругозор и узнать разные точки зрения. Я с нетерпением жду нашего идеального пляжного дня. Урок 3. Объединение фрилансеров и клиентов. Анна, вы слышали об этом новом мобильном приложении, которое связывает фрилансеров с клиентами по всему миру? Оно набирает большую популярность. Да, я об этом слышала. Это отличная платформа для фрилансеров, где они могут продемонстрировать свои навыки и найти работу. Вы уже пробовали? Пока нет, но я подумываю записаться. Я уже некоторое время работаю фрилансером, и наличие платформы, которая связывает меня с потенциальными клиентами по всему миру, звучит очень многообещающе. Абсолютно. Это открывает целый новый мир возможностей. Вы можете работать с клиентами из разных стран и участвовать в различных проектах. Это правда. Кроме того, он позволяет работать из любого места, что является значительным преимуществом для таких фрилансеров, как мы. Мы можем сами себе руководить и управлять своим графиком. Именно так. Это позволяет нам заниматься своими увлечениями, сохраняя при этом баланс между работой и личной жизнью. Думаю, это кардинально изменит правила игры в индустрии фрилансеров. Определенно. Это устраняет географические ограничения и обеспечивает равные условия для фрилансеров со всего мира. Приятно видеть, как технологии меняют нашу работу. Абсолютно. Экономика свободного заработка быстро растет, и это приложение упрощает фрилансерам поиск клиентов и наоборот. От этого выигрывают все. Я согласен. Все дело в налаживании связей и создании прочной профессиональной сети. Кажется, приложение облегчает этот процесс, объединяя фрилансеров и клиентов. Верно. Важно максимально использовать такие платформы, демонстрируя свои навыки и предоставляя клиентам отличный сервис. Сарафанное радио может иметь большое значение в этой отрасли. Абсолютно. Довольные клиенты могут привести к большему количеству рефералов и повторному бизнесу. Очень важно выполнять качественную работу и поддерживать хорошую коммуникацию с клиентами. Коммуникация действительно играет ключевую роль. Четкая и эффективная коммуникация обеспечивает единодушие обеих сторон и способствует укреплению доверия и долгосрочных рабочих отношений. Определенно. И дело не только в самой работе, но и в общем опыте работы с клиентами. Приложив все усилия и предоставив исключительный сервис, мы сможем выделиться на фоне конкурентов. Абсолютно. Все дело в том, чтобы приносить пользу и оказывать положительное влияние на клиентов, с которыми мы работаем. Таким образом мы сможем завоевать прочную репутацию в сообществе фрилансеров. Это цель, Анна. Итак, давайте подробнее изучим это приложение и посмотрим, как оно может помочь нам в нашей внештатной карьере. Кто знает, это может открыть интересные возможности для нас обоих. Урок 4. Планирование приключений на свежем воздухе. Анна, я подумываю отправиться в поход. Мне нужны новая палатка и спальный мешок. У вас есть предложение о том, куда нам пойти. Звучит как захватывающее приключение, Джон. Как насчет прогулок по близлежащему национальному парку? Он предлагает красивые пейзажи и отличное место для кемпинга. Отличная идея. Я слышал, что в национальном парке также есть потрясающие пешеходные тропы. Это была бы прекрасная возможность воссоединиться с природой. Абсолютно. Мы можем проводить дни в походах и исследовать дикую природу, а ночью мы можем разбить кемпинг и наслаждаться звездным небом. Мне нравится, как это звучит. Я начну искать качественную палатку и спальный мешок. Есть ли у вас какие-либо рекомендации о том, на что обращать внимание? Выбирая палатку, убедитесь, что она прочная, водонепроницаемая и простая в установке. Что касается спального мешка, учитывайте температурный режим, чтобы в нем было тепло в ночное время. Это хороший совет, Анна. Я буду учитывать эти факторы при покупке. Для комфортного кемпинга важно иметь надежное снаряжение. Абсолютно. Хорошее снаряжение может иметь огромное значение. Кроме того, не забудьте взять с собой другие предметы первой необходимости, такие как походная плита, кухонные принадлежности и подходящая по погоде одежда. Хорошее замечание. Я составлю контрольный список, чтобы мы не упустили ничего важного. Планирование – ключ к успешному походу. Определенно. Всегда лучше быть готовым и иметь все необходимое. И не забудьте проверить, нужны ли вам какие-либо разрешения или бронирование мест для кемпинга. Хорошо, я обязательно проведу исследование и приму необходимые меры. Важно соблюдать правила и положение кемпинга. Совершенно верно. Давай сделаем этот поход незабываемым, Джон. Это прекрасная возможность отвлечься от повседневной рутины и погрузиться в природу. Не могу не согласиться, Анна. Время, проведенное на природе, не только освежает, но и прекрасно заряжает энергией и ценит окружающую нас красоту. Я с нетерпением жду нашего походного приключения. Урок 5. Предпочтительный диапазон заработной платы. Когда дело доходит до поиска работы, какой диапазон заработной платы вы предпочитаете? Да, я имею в виду предпочтительный диапазон. Я считаю, что важно получать справедливое вознаграждение за выполняемую работу. Как насчет тебя? Я согласен. Очень важно знать себе цену и получать соответствующую компенсацию. Для меня я ищу зарплату в диапазоне от 50 000 до 60 000 долларов в год. Звучит разумно. При определении наших зарплатных ожиданий важно учитывать такие факторы, как опыт, квалификация и рынок труда. Совершенно верно. Очень важно провести тщательное исследование и иметь четкое представление об отраслевых стандартах. Таким образом, мы сможем эффективно вести переговоры в процессе найма. Не могу не согласиться с этим. Навыки ведения переговоров жизненно важны для получения зарплаты, соответствующей нашей квалификации и той ценности, которую мы предлагаем. Помимо базового оклада, есть ли другие преимущества или льготы, которые вы учитываете при оценке предложения о работе? Да, определенно. Для меня важны такие льготы, как медицинская страховка, пенсионные планы и время отпуска. Хороший баланс между работой и личной жизнью имеет решающее значение для общей удовлетворенности работы. Я прекрасно понимаю. Комплексный пакет льгот может существенно повлиять на наше общее вознаграждение и благополучие. Важно оценить весь пакет, а не сосредоточиться только на зарплате. Главное – найти правильный баланс между зарплатой, пособиями и рабочей средой. Не могу не согласиться с этим. Важно отдавать приоритет нашим долгосрочным карьерным целям и обеспечивать соответствие предлагаемой работы нашим ожиданиям. Урок 6. Увлечения. Анна, у тебя есть хобби? Да, мне нравится рисовать и играть на гитаре. Как насчет тебя? Звучит интересно. Мне нравится играть в футбол и готовить в свободное время. А кулинария отличная. Какую кухню ты любишь готовить? Я люблю экспериментировать с разными кухнями, но моя любимая – итальянская. Я готовлю плохое блюдо из пасты. Это просто фантастика. Я бы с удовольствием как-нибудь попробовал твою пасту. Конечно, я с удовольствием приготовлю для вас. Давайте кое-что спланируем. Это было бы замечательно. Как насчет следующей субботы? Звучит неплохо. Я приготовлю для нас вкусное итальянское застолье. Не могу дождаться. Вечер будет веселым. Я согласен. Я с нетерпением жду этого. Урок 7. Какую страну вы собираетесь посетить? Анна, я подумываю о поездке в новую страну. Я хочу познакомиться с разными культурами. Есть предложение. Звучит как прекрасная идея, Джон. Здесь так много удивительных мест, которые стоит посетить. Вы рассматривали Японию. Япония звучит завораживающе. Богатая история, красивые пейзажи и уникальные традиции интригуют. Абсолютно. Япония предлагает сочетание современных и традиционных впечатлений. От шумных городов, таких как Токио, до безмятежных храмов Киото. Меня очень привлекает идея окунуться в оживленную городскую жизнь, а также найти моменты спокойствия на природе. Япония, безусловно, предоставит и то, и другое. Цветущие вишни весной и осенние листва захватывают дух. Могу себе представить. Давайте начнем планировать нашу поездку в Японию. Мне не терпится погрузиться в новую культуру. Отлично, Джон. Мы можем найти лучшее время для посещения, какие места стоит посетить и даже выучить несколько основных японских фраз. Я с нетерпением жду этого. Это будет приключение, наполненное новыми впечатлениями и незабываемыми воспоминаниями. Урок 8. Новая система управления проектами. Анна, я очень горжусь нашей командой. Мы успешно внедрили новую систему управления проектами. Да, Джон, это была совместная работа. Мы усердно работали над оптимизацией процессов и повышением эффективности. Я рад, что мы проявили инициативу. Новая система поможет нам оставаться организованными и более эффективно соблюдать сроки выполнения проектов. Определенно. Благодаря более эффективному отслеживанию проектов и коммуникации, мы можем обеспечить своевременное выполнение задач в рамках бюджета. Приятно видеть, что наша тяжелая работа окупается. Я верю, что это положительно скажется на наших будущих проектах. Согласен, Джон. Наша преданность делу и стремление к постоянному совершенствованию являются ключом к нашему успеху. Давайте сохраним динамику и продолжим поиск путей улучшения рабочих процессов. Урок 9. Использование близлежащих возможностей. Анна, вы заметили, что за углом открывается новое кафе? До него всего около 100 метров. Да, я тоже это видела. Выглядит очень привлекательно. Может, как-нибудь ее проверим. Похоже на план. Было бы неплохо, если бы рядом было кафе, где мы могли бы расслабиться и выпить чашечку кофе. Определенно. Всегда приятно иметь уютное место рядом, особенно когда нам нужен перерыв или хочется поработать. Я полностью согласен. Кроме того, наличие кафе по соседству может стать отличной возможностью познакомиться с новыми людьми и пообщаться. Совершенно верно. Это может стать общественным центром, где мы сможем общаться с другими местными жителями и, возможно, даже попрактиковаться в английском с другими посетителями кафе. Отличная идея, Анна. Мы можем сделать это обычным местом для занятий, разговорным английским, за чашечкой хорошего кофе. Я рада, что вам понравилась эта идея. Давайте планируем посетить кафе в ближайшее время. Это станет приятным дополнением к нашей повседневной жизни. Безусловно, Анна. Я с нетерпением жду этого. Наличие кафе прямо за углом, несомненно, добавит удобства и шарма нашему району. Урок 10. Будущие карьерные цели. Анна, я думала о своих будущих карьерных целях. Я хочу оказать положительное влияние на мир. Это замечательно, Джон. Какое влияние вы надеетесь оказать? Я надеюсь внести свой вклад в проекты устойчивого развития и поучиться у местных жителей в разных частях мира. Это благородная цель. Работая над устойчивыми проектами, вы можете помочь защитить окружающую среду и улучшить жизнь сообществ. Именно так. Я считаю, что важно учиться у местных сообществ и сотрудничать с ними, чтобы добиться долгосрочных изменений. Урок 11. Урок 11. Мне трудно расставаться с вещами. Сентиментальная ценность может затруднить отпускание определенных вещей. Действительно, некоторые предметы хранят воспоминания или эмоциональные привязанности, которые затрудняют расставание с ними. Очень важно оценить, действительно ли то или иное изделие приносит пользу нашей жизни или оно просто сентиментальное. Иногда фотографирование или создание памятного подарка могут помочь сохранить чувство, не сохраняя при этом физическую вещь. Также полезно подумать, является ли этот предмет практичным и служит ли он определенной цели в нашей текущей жизни. Нахождение баланса между сентиментальностью и практичностью поможет вам забыть о вещах. Кроме того, уборка и организация наших вещей могут создать более спокойное жилое пространство. Действительно, удаление ненужных вещей позволяет нам ценить то, что действительно важно. Отпуск от вещей может быть процессом, но он также может освободить и создать пространство для новых впечатлений. Урок 12. Как справиться с прокрастинацией. Анна, в последнее время я борюсь с прокрастинацией. Есть ли у вас какие-либо советы, как с этим справиться? Я понимаю, Джон. Одна из стратегий, которую я использую, заключается в разбиении задач на более мелкие части. Это позволяет им чувствовать себя более управляемыми. Неплохая идея. Меня часто ошеломляет масштаб задачи, поэтому лучше разбить ее на части. Именно так. Разделив задачи на более мелкие и выполнимые шаги, вы сможете решать их одну за другой. Я попробую. Надеюсь, это поможет мне сосредоточиться и добиться прогресса. Уверен, что так и будет. Помните, что лучше делать маленькие шаги, чем не делать вообще никаких шагов. Вы правы. Мне нужно перестать откладывать дела на потом и начать действовать. Спасибо за совет, Анна. Урок 13. Планирование мест для посещения. Анна, нам следует спланировать место, которое мы хотим посетить во время отпуска. Есть предложение. Определенно. Я слышала, что недалеко отсюда есть прекрасный национальный парк. Он известен своими потрясающими пешеходными тропами. Звучит потрясающе. Мне нравится бывать на природе и исследовать новые места. Давайте добавим это в наш список. Отлично. Нам также следует подумать о посещении близлежащего пляжа. Это популярное место для серфинга и отдыха. Отличная идея. Я всегда хотела попробовать себя в серфинге. Это будет веселое приключение. Я рада, что вы взволнованы. Мы можем составить список всех мест, которые мы хотим посетить, и соответствующим образом спланировать наш маршрут. Это хороший план. Организовав поездку заранее, мы максимально используем время и увидим все, что захотим. Урок 14. Отдыхайте и заправляйтесь. Анна, я работаю без перерыва и чувствую усталость. Думаю, нам нужно передохнуть и зарядиться энергией. Неплохая идея. Нам всем нужно время для отдыха и восстановления сил, особенно после длительной работы. Я согласен. Важно ставить во главу угла наше благополучие и заботиться о себе. Как насчет того, чтобы спланировать отпуск на выходные? Мы можем уединиться в тихой сельской местности. Звучит превосходно. Окружение природой и спокойствием поможет нам расслабиться и восстановить силы. Мы можем наслаждаться долгими прогулками, читать любимые книги и просто отдыхать, не отвлекаясь. Похоже на сон. Давайте примем необходимые меры и дадим себе заслуженный отдых. Урок 15. Планирование собрания. Анна, нам нужно обсудить важный проект. Думаю, нам следует назначить встречу с командой. Согласен, Джон. Очень важно собрать мнение всех и убедиться, что мы едины во мнении. Давайте проверим готовность всех желающих и подберем подходящее время для встречи. Это хороший план. Нам следует учесть расписание каждого и найти подходящее для всех время. Когда у нас будет несколько вариантов, мы можем отправить приглашение на встречу и окончательно определить дату и время. Звучит эффективно. Мы хотим, чтобы все могли принять участие в обсуждении и внести в него свой вклад. Именно так. Проведя встречу, мы можем сотрудничать и принимать взвешенные решения в команде. Уверен, что благодаря всеобщему вкладу мы добьемся отличных результатов. Согласовано. Скоро я начну собирать информацию о наличии свободных мест и отправлю приглашение на встречу. Урок 16. Примерка одежды. Анна, я искала новую одежду в интернете, но хочу примерить ее лично. Неплохая идея. Иногда трудно судить о посадке и качестве одежды, просто взглянув на фотографии. Именно так. Я предпочитаю посмотреть, как они выглядят и на ощупь, прежде чем делать покупку. Примерка одежды позволяет проверить, подходит ли размер и соответствует ли он вашему стилю. Это правда. Я хочу убедиться, что они хорошо сидят по фигуре и удобны в носке. Всегда полезно примерить одежду перед покупкой, особенно джинсы или платья. Есть ли другие особенности, которые я должен учитывать при примерке одежды? Определенно. Обратите внимание на ткань, швы и общую конструкцию. Вы хотите обеспечить хорошее качество. Отличное замечание. Я обязательно рассмотрю эти аспекты, когда пойду за покупками. Приятного вам шопинга, Джон. Примерка одежды поможет вам лучше понять, что вам подходит. Спасибо, Анна. Я ценю ваш совет. Я с нетерпением жду возможности пополнить свой гардероб новыми вещами. Урок 17. Аксессуары для велоспорта. Анна, я подумываю заняться велоспортом. Я хочу убедиться, что у меня есть подходящие аксессуары. Отличное решение, Джон. Езда на велосипеде может быть веселым и полезным занятием. Да, я в восторге. Я уже купил велосипед, а теперь ищу аксессуары. Это хорошее начало. Как насчет шлема? Это необходимо для обеспечения безопасности. Совершенно верно. У меня уже есть шлем. Я хочу убедиться, что я защищен во время езды. Это мудрый выбор. А как насчет других аксессуаров, таких как сидельная сумка? Да, у меня тоже есть сидельная сумка. В ней удобно носить с собой такие предметы первой необходимости, как ремонтный комплект или бутылка с водой. Отлично. Для комфортной езды важно иметь необходимые инструменты и расходные материалы. Есть ли что-то еще, что мне следует учитывать, когда речь идет о велосипедных аксессуарах? Возможно, вы также захотите приобрести велосипедный замок для защиты велосипеда, когда вы им не пользуетесь. Неплохая идея. Я обязательно куплю надежный замок для велосипеда. Урок 18. Рассмотрение коммуникационных барьеров. Анна, я планирую поездку в другую страну, и меня беспокоят потенциальные коммуникационные барьеры. Это понятно, Джон. Языковые различия иногда могут создавать проблемы во время путешествий. Да, я хочу убедиться, что могу эффективно общаться, передвигаться и общаться с местными жителями. Английский язык широко распространен во многих туристических местах, так что это может быть полезно. Это обнадеживает. Но я все равно хочу быть готовым. Есть ли другие коммуникационные барьеры, которые мне следует учитывать? Рекомендуется ознакомиться с основными фразами на местном языке, такими как приветствие и распространенное выражение. Отличное предложение. Изучение нескольких ключевых фраз может существенно повлиять на общение с местными жителями. Кроме того, невербальное общение, такое как жесты и язык тела, также может играть роль в понимании и понимании. Я учту это. Знание культурных норм и обычаев поможет избежать недоразумений. Урок 19. Определение местоположения объектов. Анна, я скоро поеду в отель и услышала, что на первом этаже есть кое-какие удобства. Это удобно, Джон. Близость к удобствам может сделать ваше пребывание более комфортным. Да, они упомянули, что фитнес-центр находится рядом с отелем. Это отличный бонус. Всегда приятно иметь поблизости фитнес-центр, особенно если вы любите вести активный образ жизни во время путешествий. Знаете ли вы, сколько стоит посещение фитнес-центра? Я не уверен в конкретной стоимости, но многие отели предлагают гостям бесплатный доступ в фитнес-центр. Приятно это знать. Я спрошу об этом при заселении. Это разумный шаг, Джон. Если вы спросите о стоимости и наличии свободных мест, вы сможете спланировать тренировки. Я с нетерпением жду возможности воспользоваться фитнес-центром и получить максимум удовольствия от пребывания в отеле. Урок 20. Корректировка маршрута в путешествии. Анна, не могу в это поверить. Я опоздала на рейс, и теперь мне пришлось перебронировать билеты на следующий день. А нет. Это прискорбно, но не волнуйтесь. В путешествиях случаются СБА, и мы все еще можем извлечь из этого максимум пользы. Мы соответствующим образом скорректируем наши планы. Вы правы. Это разочаровывает, но сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Нам просто нужно максимально использовать дополнительный день. Именно так. Мы можем использовать дополнительное время, чтобы исследовать город, в котором мы находимся, посетить близлежащие достопримечательности или просто расслабиться и насладиться этим местом. Это позитивный взгляд на это. Вместо того, чтобы зацикливаться на пропущенном рейсе, мы можем превратить его в возможность открыть для себя что-то новое. Совершенно верно. Иногда неожиданные изменения могут привести к неожиданным приключениям. Давайте воспользуемся этой ситуацией и воспользуемся ею по максимуму. Я ценю твой оптимизм, Анна. Приятно осознавать, что мы все еще можем хорошо провести время, несмотря на изменения планов. Конечно, Джон. Главное – уметь адаптироваться и извлекать максимум пользы из любой ситуации. Наша поездка все равно останется незабываемой. Ты права, Анна. Я благодарна за вашу поддержку и позитивный настрой. Давайте сделаем это путешествие незабываемым, даже если вы измените маршрут. Урок 21. Увеличение груди. Вы когда-нибудь задумывались об увеличении груди? Хм, я не думаю, что это действительно необходимо. Почему ты спрашиваешь? Ну, я просто думала о том, как люди могут улучшить свою внешность. Это правда, но я считаю, что важно чувствовать себя комфортно и уверенно в своем теле. Вы правы. Природную красоту нужно ценить. Абсолютно. Освоение наших уникальных особенностей – вот что делает нас особенными. Не могу не согласиться с этим. Важно сосредоточиться на принятии себя, а не на том, чтобы менять себя в соответствии с социальными стандартами. Именно так. Речь идет о том, чтобы быть верными себе и любить себя такими, какие мы есть. Хорошо сказано, Анна. Приятно слышать твою точку зрения. Спасибо, Джон. Я верю, что настоящая красота исходит изнутри, и важно отдавать предпочтение любви к себе и принятию. Не могу не согласиться с этим. Наша ценность не должна определяться нашей внешностью. Совершенно верно. Давайте отпразднуем нашу индивидуальность и поощряем других делать то же самое. Я рада, что мы поговорили об этом. Это напоминание о том, как важно принимать себя и ценить свою естественную красоту. Я тоже рад, Джон. Всегда приятно проводить такие обсуждения и бросать вызов общественным нормам. Определенно. Давайте продолжим распространять позитив и поощрять других любить себя такими, какие они есть. Совершенно верно. Вместе мы сможем изменить мир к лучшему и вдохновить других насладиться их природной красотой. Хорошо сказано, Анна. Давайте продолжим вдохновлять и поддерживать друг друга. Безусловно, Джон. У нас есть возможность создать более приемлемое и любящее общество. Не могу не согласиться, Анна. Давайте покажем пример. Определенно, Джон. Вместе мы можем оказать положительное влияние. Я благодарна за этот разговор, Анна. Это было действительно поучительно. Точно так же, Джон. Всегда приятно обсуждать с вами эти важные темы. Спасибо, Анна. Давайте продолжим учиться и расти вместе. Урок 22. Автомобильные и автомобильные путешествия. Автомобили удобны, особенно для поездок на автомобиле. Да, они предлагают большую гибкость и свободу в изучении. Дорожные поездки могут быть очень интересными. Вы увидите разное место и создадите незабываемые воспоминания. Абсолютно. Это так же отличный способ наладить связь с друзьями или семьей. Я согласен. Открытая дорога полна приключений и азарта. Автомобильные путешествия так же позволят вам познакомиться с разными пейзажами и культурами. Это правда. По пути вы можете остановиться в интересных местах и исследовать скрытые сокровища. Это отличная возможность открыть для себя что-то новое и выйти из зоны комфорта. Автомобильные поездки – это так же возможность отвлечься от повседневной рутины и насладиться путешествием. Определенно. Важно делать перерывы и ценить окружающую нас красоту. Кроме того, вы можете упаковать все необходимые и всегда иметь их в наличии. Да, наличие собственного автомобиля гарантирует вам все необходимое для комфортной поездки. Дорожные поездки могут стать отличным способом расслабиться и восстановить силы. Совершенно верно. Они позволяют отдохнуть от привычной суеты жизни. Я всегда с нетерпением жду возможности отправиться в путь и открыть для себя новое место. Это прекрасный способ создать воспоминания и пережить удивительные приключения. Не могу не согласиться, Анна. Дорожные путешествия занимают особое место в моем сердце. Мой тоже, Джон. Это фантастический способ познакомиться с окружающим миром. Давайте скоро спланируем наше следующее путешествие и создадим еще больше незабываемых моментов. Урок 23. Изучение Рима. Должен ли я планировать путешествие по Риму? Абсолютно. Рим – город с богатой историей и культурой. Меня всегда восхищали древние цивилизации. Рим кажется идеальным местом для погружения в историю. Вы правы. В Риме так много знаковых достопримечательностей, таких как Колизей и Пантеон. Мне бы очень хотелось увидеть эти знаменитые места лично и узнать об их историческом значении. Вам также стоит посетить Ватикан и увидеть потрясающую базилику Святого Петра. Это определенно в моем списке. Ватикан обязательно нужно посетить из-за его религиозных и художественных сокровищ. Я рекомендую провести в Риме не менее трех дней, чтобы полностью изучить город. Звучит разумно. У меня будет достаточно времени, чтобы посетить основные достопримечательности и познакомиться с местной культурой. Не забудьте попробовать настоящую итальянскую кухню, пока вы там. Еда в Риме просто невероятная. А мне определенно не терпится побаловать себя вкусной пастой и пиццей. Рим — это город, который предлагает идеальное сочетание истории, искусства и гастрономии. Мне не терпится прогуляться по древним руинам и ощутить яркую энергию города. Обязательно наденьте удобную обувь, потому что пешком есть что посмотреть и исследовать. Я учту это. Прогулка по улицам Рима сама по себе кажется приключением. Это действительно так. Вы увидите красивые площади, очаровательные кварталы и скрытое сокровище. Я также рад пообщаться с местными жителями и узнать больше об их образе жизни. Итальянцы известны своим тёплым гостеприимством и любовью делиться своей культурой с посетителями. Приятно это слышать. Уверен, я прекрасно проведу время, погрузившись в римский стиль жизни. Я в этом не сомневаюсь. Рим очаровывает всех, кто приезжает сюда. Спасибо за рекомендации, Анна. Я как никогда рад исследовать Рим. Урок 24. Удивительное время и безопасное путешествие. История и величие пирамид захватывали дух. Абсолютно. Это одно из чудес древнего мира. Стоя перед этими колоссальными сооружениями, я не могла сдержать чувство благоговения. Могу себе представить. Пирамиды таят в себе столько загадок и интриг. Удивительно думать о невероятных инженерных и архитектурных навыках древних египтян. Определенно. Они смогли создать такие монументальные сооружения без современных технологий. Это свидетельство человеческого духа и нашей способности добиваться великих результатов. Это правда. Пирамиды напоминают о нашей богатой истории и достижениях прошлых цивилизаций. Я благодарна за возможность увидеть такие замечательные памятники нашего мирового наследия. Это действительно привилегия. Мы должны продолжать беречь и сохранять эти исторические сокровища. Совершенно верно. Они – часть нашей коллективной истории человечества. Меняя тему, вы запланировали предстоящую поездку? Да, у меня есть. На следующей неделе я иду в Париж. Звучит захватывающе. Париж известен своей красотой и романтической атмосферой. Мне не терпится прогуляться по очаровательным улицам, посетить знаменитый музей и попробовать вкусные блюда французской кухни. Обязательно посетите Эйфелеву башню и прокатитесь на лодке-пассейне. Они определенно включены в мой маршрут. Я хочу ощутить всю сущность Парижа. Прекрасно проведенного времени и безопасных путешествий, Джон. Спасибо, Анна. Я обязательно поделюсь своими приключениями, когда вернусь. Урок 25. Составление планов путешествий. Анна, я подумываю о поездке в Китай. Похоже на план. Думаете, нам стоит бронировать все заранее? Да, всегда полезно заранее планировать и бронировать авиабилеты, проживание и любые мероприятия, которыми мы хотим заняться. Я согласен. Заблаговременное бронирование гарантирует, что мы все уладим и снизим вероятность возникновения неудобств в последнюю минуту. Совершенно верно. Кроме того, это позволяет нам воспользоваться любыми доступными скидками или специальными предложениями при раннем бронировании. Это правда. Это поможет нам сэкономить деньги и сделать нашу поездку более бюджетной. Мы можем использовать сэкономленные средства для получения других впечатлений во время путешествия. Именно так. Кроме того, бронируя билеты заранее, мы можем выбрать наиболее подходящий вариант и избежать разочарований в случае полного бронирования. Это верное замечание. Китай – популярное направление, поэтому лучше подготовиться и договориться об этом заранее. Согласовано. Я начну искать авиабилеты и жилье. Очень интересно спланировать эту поездку и заранее все организовать. Я рад, что ты проявляешь инициативу, Джон. Сообщите мне, если вам понадобится помощь или предложение при бронировании. Спасибо, Анна. Я ценю вашу поддержку. Я буду держать вас в курсе наших планов путешествий и позабочусь о том, чтобы все было готово к нашему путешествию по Китаю. Урок 26. Персонализация пространства. Мне нравится, как это звучит. Наш новый дом нуждается в индивидуальном подходе. Абсолютно. Декоративные предметы могут придать пространству особый характер. Думаю, нам стоит начать с художественных работ. Это действительно может оживить стены. Отличная идея. Мы можем выбрать картины или принты, отражающие наш стиль. А как насчет декоративных подушек для дивана? Они могут привнести яркие цвета. Да, определенно. Мы можем смешивать и сочетать разные узоры и текстуры. Я также думаю, что растения станут хорошим дополнением. Они могут освежить атмосферу. Я согласен. Комнатные растения могут сделать пространство более привлекательным и уютным. А как же эффектный коврик? Он может очертить зону отдыха и добавить тепла. А определенно. Красивый коврик может объединить комнату и придать ей ощущение завершенности. И не забывайте об освещении. Мы можем выбрать уникальные лампы или подвесные светильники. Хорошее замечание. Освещение может создавать разное настроение и выделять определенные области. Наконец, мы должны рассмотреть несколько личных сувениров или фотографий, чтобы сделать их действительно нашими. Абсолютно. Семейные фотографии или дорогие вещи могут сделать пространство более уютным. Мне нравится идея персонализировать наш новый дом. Это позволит нам стать отражением того, кем мы являемся. Урок 27. Инвестирование в интерактивный контент. Итак, стоит ли нам инвестировать в интерактивный контент? Определенно. Интерактивный контент может привлечь нашу аудиторию уникальным образом. Это может сделать обучение более приятным и незабываемым для наших учеников. Совершенно верно. Интерактивные викторины, игры и симуляции могут улучшить их понимание. Кроме того, это поощряет активное участие и более глубокое вовлечение. Это правда. Это может способствовать развитию критического мышления и навыков решения проблем. А интерактивные видеоролики или презентации могут лучше привлечь их внимание. Да, это добавляет элемент интерактивности, который помогает им оставаться вовлеченными. Это также позволяет персонализировать обучение в соответствии с их интересами. Отличное замечание. Интерактивный контент можно адаптировать к индивидуальным потребностям. Кроме того, оно может обеспечить немедленную обратную связь, помогая учащимся отслеживать свой прогресс. Именно так. Это воспитывает в них чувство удовлетворения и мотивирует учиться больше. Интерактивный контент действительно может вывести наше обучение на новый уровень. Согласовано. Это мощный инструмент для создания иммерсивной и динамичной учебной среды. Я рад, что мы рассматриваем возможность инвестирования в интерактивный контент. Это принесет огромную пользу нашим студентам. Урок 28. Запрос общей стоимости. Итак, какова общая сумма? Укладываемся ли мы в бюджет? Приятный инструмент для создания не повним recognisedkanis. Дайте мне проверить. Я подсчитал все затраты и мы на верном пути. Приятно это знать. Я хочу убедиться, что мы не тратим слишком много средств. Не волнуйтесь. Я внимательно слежу за расходами. Итак, сколько мы потратили на мебель и бытовую технику? Общая сумма расходов на мебель и бытовую технику составляет 5000 долларов. США. Это разумно. А как же краска и другие материалы? Мы потратили около 1000 долларов на краски, кисти и другие необходимые принадлежности. Итак, какова общая сумма на данный момент? Включая мебель, бытовую технику и материалы, мы потратили 6000 долларов. Это в рамках нашего бюджета. Я рад, что мы не превышаем его. Да, мы внимательно следили за расходами и сделали экономичный выбор. Это обнадеживает. Я хочу убедиться, что у нас остались сбережения. Совершенно верно. Важно иметь финансовую подушку на случай непредвиденных расходов. Спасибо, что следите за всем. Это дает мне душевное спокойствие. Урок 29. Лучшее время для поездки. Отличный выбор. Когда мы должны уехать? Думаю, лучшее время для поездки – раннее утро. Раннее утро звучит неплохо. Таким образом, мы сможем избежать интенсивного движения транспорта. Именно так. Кроме того, у нас будет целый день, чтобы обустроиться на новом месте. Это правда. У нас будет достаточно времени, чтобы распаковать вещи и приступить к организации. И мы не будем торопиться или нервничать. Я согласен. Переезд может быть утомительным, поэтому очень важно иметь достаточно времени. Мы также можем сделать перерыв в любое время и перекусить. Хорошее замечание. Нам следует взять с собой закуски и напитки для поездки. Я рада, что мы выбрали лучшее время для поездки. Это облегчит переезд. Совершенно верно. Урок планирования 30 – доверие и уверенность в себе. Нет проблем. Доверьтесь себе. И другие последуют их примеру. Вы правы. Главное – быть уверенным в своих способностях. Когда мы верим в себя, это внушает доверие другим. Важно доверять своим инстинктам и принимать решения с уверенностью. Совершенно верно. Доверие к себе позволяет нам рисковать и расти. А когда мы доверяем себе, мы становимся более устойчивыми перед лицом трудностей. Отличное замечание. Уверенность в себе помогает нам преодолевать препятствия. Это также позволяет нам без колебаний выражать свои идеи и мнения. Да, уверенность в себе позволяет нам говорить и быть услышанными. А когда мы доверяем себе, мы внушаем доверие другим. Это мощный волновой эффект. Уверенность заразительна. Доверие к себе – это первый шаг к достижению наших целей. Совершенно верно. Это основа личного и профессионального успеха. Так что давайте доверимся себе и отправимся в путь вперед. Урок 30. Доверяйте себе, а за этим последуют другие. Доверьтесь себе, и другие последуют их примеру. Вы правы. Главное – быть уверенным в своих способностях. Когда мы верим в себя, это внушает доверие другим. Это правда. Людей тянет к уверенности и уверенности в себе. Важно доверять своим инстинктам и принимать решения с уверенностью. Совершенно верно. Доверие к себе позволяет нам рисковать и расти. А когда мы доверяем себе, мы становимся более устойчивыми перед лицом трудностей. Отличное замечание. Уверенность в себе помогает нам преодолевать препятствия. Это также позволяет нам без колебаний выражать свои идеи и мнения. Да, уверенность в себе позволяет нам говорить и быть услышанными. А когда мы доверяем себе, мы внушаем доверие другим. Это мощный волновой эффект. Уверенность заразительна. Доверие к себе – это первый шаг к достижению наших целей. Совершенно верно. Это основа личного и профессионального успеха. Так что давайте доверимся себе и отправимся в путь вперед. Урок 31. Экспериментируйте с разными стилями. Мне нравится экспериментировать с разными стилями, но я склоняюсь к импрессионизму. Это интересно. Импрессионизм отражает суть момента. Именно так. Сосредоточение внимания на свете и цвете создает ощущение движения и эмоций. Я ценю свободные мазки и то, как они передают атмосферу. В картинах импрессионистов есть определенная живость и спонтанность. Я понимаю, почему тебя привлекает этот стиль. Он допускает художественную интерпретацию. Да, изучать разные техники и экспериментировать с манерой кисти приятно. Я согласен. Попробование разных стилей может помочь нам раскрыть свой художественный голос. Удивительно, как искусство позволяет нам выражать себя уникальными способами. Совершенно верно. Каждый стиль обладает своей красотой и по-разному отражает друг друга. Это прекрасное путешествие самовыражения и открытий. Урок 32. Делимся советами по поиску спокойствия. Не могли бы вы поделиться советами? Конечно, сначала найдите тихое и спокойное место. Отличное начало. Спокойная обстановка помогает нам сосредоточиться и сосредоточиться. Избавьтесь от отвлекающих факторов, таких как выключение телефона или закрытие ненужных вкладок. Да, создание специального пространства для работы или учебы может иметь большое значение. Установите распорядок дня и установите определенное время для целенаправленной работы или обучения. Это важно. Постоянный график помогает тренировать наш ум и работать более продуктивно. Делайте перерывы и занимайтесь мероприятиями, которые помогут вам расслабиться и зарядиться энергией. Совершенно верно. Отдых и освежение ума необходимы для оптимальной производительности. А если вы не можете найти тихое место, попробуйте использовать наушники с функцией шумоподавления. Это полезный совет. Блокирование внешнего шума может улучшить концентрацию. Наконец, практикуйте внимательность или медитацию, чтобы развить внутреннее спокойствие. Внимательность помогает нам оставаться в центре внимания даже в шумной обстановке. Спасибо, что поделились этими советами. Они помогут вам сосредоточиться. Урок 33. Прекрасный выбор отеля. Приятно это слышать. Я рада, что решила остановиться в этом отеле. Наверное, это отличное место. Что тебе в этом нравится? Обслуживание здесь исключительное. Персонал дружелюбный и любезный. Это всегда плюс. Хорошее обслуживание клиентов имеет большое значение. Совершенно верно. Они делают все возможное, чтобы обеспечить комфортное пребывание. А как насчет помещений? Соответствуют ли они вашим ожиданиям? Оснащение на высшем уровне. Номера просторные и хорошо оборудованные. Это просто фантастика. Важно иметь удобное место для отдыха. В отеле также есть отличные удобства, такие как фитнес-центр и бассейн. Похоже, в них есть все необходимое для приятного отдыха. В самом деле. Я не мог выбрать лучшее место для отдыха во время поездки. Урок 34. Акции и специальные предложения. Акции. Да, у них есть еженедельные специальные предложения и программы лояльности. Отлично. Всегда приятно находить способы сэкономить. Совершенно верно. Использование рекламных акций может помочь увеличить наш бюджет. Предлагают ли они скидки на определенные продукты или услуги? Да, у них часто действуют скидки на популярные товары или услуги. Это полезно. Это позволяет нам наслаждаться качеством и при этом экономить деньги. У них также есть программы лояльности, где вы можете получать вознаграждение. Программы лояльности отлично подходят для постоянных клиентов. Они повышают ценность. Именно так. Это способ для компаний выразить признательность своим постоянным клиентам. Обязательно ознакомлюсь с их акциями и программами лояльности. Это умная идея. Воспользовавшись ими, вы можете немного сэкономить. Урок 35. Начало практики. Звучит полезно. Как мне начать тренироваться? Первый шаг – определить, что вы хотите практиковать. Я хочу улучшить свои разговорные навыки на английском языке. Это отличная цель. Устная речь крайне важна для свободного владения языком. Как мне научиться говорить, если мне не с кем поговорить? Вы можете попробовать говорить вслух сами, с собой или даже записать свой голос. Неплохая идея. Это позволяет мне практиковать произношение и беглость речи. Другой вариант – найти партнеров по языковому обмену или разговорные группы. Это может стать отличным способом попрактиковаться в общении с носителями языка. Совершенно верно. Это возможность участвовать в реальных беседах. Какие онлайн-платформы или ресурсы вы рекомендуете? Да, доступно несколько веб-сайтов и приложений для языкового обмена. Я обязательно займусь ими. Пришло время начать тренироваться и совершенствоваться. В этом и заключается дух. Последовательная практика поможет вам добиться прогресса. Спасибо за рекомендации. Я с нетерпением жду начала языкового путешествия. Урок 36. Создание уголка для чтения. Я только что увидела красивый уголок для чтения в интернете, и теперь меня вдохновляет создать свой собственный. Звучит как прекрасная идея. Уютное место для чтения может улучшить ваше впечатление от чтения. Определенно. Мне нужно удобное кресло и хорошее освещение для долгих занятий чтением. Вы также можете добавить подушки и небольшой столик для книг и чашки чая. Звучит превосходно. Я хочу, чтобы здесь царил спокойный и уютный климат. Вы можете разместить его рядом с окном, чтобы обеспечить естественное освещение и прекрасный вид. А это отличное предложение. Мне нравится идея насладиться книгой с видом. Вы также можете поставить рядом несколько полок или книжный шкаф, чтобы ваши любимые книги были под рукой. Отличная идея. Я постараюсь упорядочить свои книги так, чтобы их было легко найти. Похоже, ваш уголок для чтения станет уютным уголком для отдыха и обучения. Да, мне не терпится начать его создавать. Мне не терпится провести там время с хорошей книгой. Урок 37. Укромные уголки для чтения. Во всем мире также примечательно, насколько экологичными могут быть уголки для чтения. Совершенно верно. Использование экологически чистых материалов и энергоэффективного освещения может изменить ситуацию к лучшему. Существуют ли какие-либо конкретные экологически чистые материалы, которые обычно используются? Да, некоторые популярные варианты включают переработанную древесину для мебели и органический текстиль для подушек и обивки. Приятно это знать. Я хочу принимать экологически сознательные решения. Вы также можете рассмотреть возможность использования энергосберегающих светодиодных ламп для освещения читального уголка. Это практическое предложение. Важно снизить потребление энергии. Кроме того, вы можете посадить комнатное растение, чтобы улучшить качество воздуха и создать успокаивающую атмосферу. Мне нравится идея посадить растение в моем уголке для чтения. Это добавляет естественности. Урок 38. Удобство чтения книг. 24 часа в сутки. Это удобно. Достаточно ли большие коробки, чтобы в них поместились самые разные предметы? Да, коробки предназначены для хранения книг разных размеров и других материалов для чтения. Отлично. У меня есть книги разных размеров, поэтому мне приятно иметь такую гибкость. Вы даже можете использовать коробки для хранения других предметов, таких как закладки, ручки и очки для чтения. Это отличный способ держать все в порядке и под рукой. Совершенно верно. Удобно хранить все необходимое для чтения в одном месте. А наличие уголка для чтения в вашем доме означает, что вы можете получить доступ к своим книгам в любое время. Да, вам не нужно беспокоиться о часах работы библиотеки или поездках в книжные магазины. Это большое преимущество. Это позволяет более гибко распоряжаться чтением. Урок 39. Выбор уголка для чтения. Теперь меня вдохновляет создать свой собственный уголок для чтения. Существуют ли какие-либо конкретные критерии для их выбора? При выборе уголка для чтения важно учитывать комфорт и личные предпочтения. Итак, стул должен быть удобным и благоприятным для долгих занятий чтением. Да, вам понадобится кресло, которое позволит вам расслабиться и насладиться чтением книги без дискомфорта. Как насчет освещения? Всегда ли естественное освещение – лучший вариант? Естественное освещение отлично, но вам также понадобится дополнительное освещение для чтения по вечерам. В этом есть смысл. Хорошее освещение необходимо, чтобы не напрягать глаза. Местоположение вашего уголка для чтения также важно. Найдите тихое и спокойное место в своем доме. Это хорошее замечание. Я хочу создать атмосферу, свободную от отвлекающих факторов. Наконец, украсьте свой уголок для чтения украшениями и предметами, которые позволят вам чувствовать себя уютно и расслабленно. Я учту это. Я хочу, чтобы мой уголок для чтения отражал мой личный стиль. Урок 40. Внимательность и чтение. Техники. Я включил внимательность и медитацию в свой распорядок дня. Это замечательно. Внимательность также может улучшить ваше впечатление от чтения. Как включить внимательность в чтение? Прежде чем начать читать, уделите несколько минут, чтобы очистить свой разум и сосредоточиться на настоящем моменте. В этом есть смысл. Это помогает создать спокойное и сосредоточенное состояние ума. Во время чтения постарайтесь полностью погрузиться в историю или информацию, которую вы поглощаете. Итак, мне следует не отвлекаться и полностью погрузиться в книгу. Да, именно так. При чтении текста внимательно следите за своими мыслями и эмоциями. Это интересный подход. Он обеспечивает более глубокую связь с материалом. Внимательное чтение урок 40. Внимательность и чтение. Техники. Я включил внимательность и медитацию в свой распорядок дня. Это замечательно. Внимательность также может улучшить ваше впечатление от чтения. Как включить внимательность в чтение? Прежде чем начать читать, уделите несколько минут, чтобы очистить свой разум и сосредоточиться на настоящем моменте. В этом есть смысл. Это помогает создать спокойное и сосредоточенное состояние ума. Во время чтения постарайтесь полностью погрузиться в историю или информацию, которую вы поглощаете. Итак, мне следует не отвлекаться и полностью погрузиться в книгу. Да, именно так. При чтении текста внимательно следите за своими мыслями и эмоциями. Это интересный подход. Он обеспечивает более глубокую связь с материалом. Внимательное чтение также поможет вам заметить детали и нюансы, которые в противном случае вы могли бы пропустить. Я вижу, как это сделает чтение более приятным. Кроме того, если ваши мысли начинают блуждать, осторожно верните свое внимание к тексту без осуждения. Итак, речь идет о том, чтобы сосредоточиться и вернуться к настоящему моменту. Да, в этом суть внимательности. Это может сделать чтение более полезным и приятным занятием. Мне не терпится попробовать включить внимательность в свой распорядок чтения. Похоже, это отличный способ углубить мою связь с книгами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...